Российские теннисисты начинают и выигрывают. Оглушительную победу одержали участники мужской и женской команд по настольному теннису. Стартовавший сегодня в Викторинбурге чемпионат Европы стал главным спортивным событием недели. Александр Кесель продолжит. Как и подобает лидеру национальной команды, Григорий Власов первым открывал матч против сборной Румынии. Стартовый мандраж, переизбыток эмоций и, конечно, ответственность перед своим болельщиком. В сумме дали отрицательный результат. Первый номер российской сборной уступил своему оппоненту. Зато партнеры за Свердловчанина отыгрались. Три матча завершились успехом хозяев форума и первой победой на Европейском чемпионате со счетом 3-1. Наверное, сказалось все-таки то, что Гриша играет дома. Волнение, большое присутствие знакомых на трибунах. Это не позволило ему расслабиться и играть тот настольный теннис, который он может. Я надеюсь, что в следующих матчах он немножко раскрепостится и начнет играть более уверенно. Но в целом, конечно же, результатом доволен. Поддержка трибун помогла победить и женской сборной России. Борьба шла параллельным курсом с мужчинами. Играли команды на соседних столах и тоже одержали победу. Даже счет тот же 3-1. Повержена команда Польши. Нынешнее мероприятие, оно лично доказывает, что и позиции нашей сборной, и позиции отдельных участников, они позволяют говорить о серьезных перспективах. Мы все в ожидании серьезных успехов на Европейском чемпионате. В Екатеринбург съехались сильнейшие европейские представители настольного тенниса. Масштабность событию придает и сама площадка, на которой проходит форум – Международный выставочный центр. Подготовки спортинвентаря, качество покрытия и даже освещение российский чемпионат уже обошел прошлогодний европейский форум в Португалии. Я хочу благодарить весь оргкомитет, кто занимался подготовкой площадки для тренировок, для проведения соревнований. Ну и рассчитываем, и уверены, точнее, что здесь понравится нашим гостям. В восторге от организации болельщики. Их и привозят сюда бесплатно, а каждые полчаса до экспо курируют специальные шаттлы. Да и в самом помещении для них много интересного. В первую очередь на всеобщее обозрение выставлены медали чемпионата. Награды сделаны на заказ и с особым уральским колоритом. На оборотной стороне медали – герб Свердловской области. Кроме того, здесь есть так называемый зал славы настольного тенниса. Хотя я бы назвал это «Аллея звезд настольного тенниса». Здесь изображены звезды прошлого и настоящего. Те, кто выигрывал множество наград на самых различных крупных международных форумах. Под картинкой написана краткая биография каждого спортсмена. Вот, например, француз Жан-Филипп Гатьен. Обладатель серебряной медали Олимпийских игр 1992 года, а также победитель Кубка мира 1994. Сборная Франции сейчас представляет собой серьезную силу. Стоит выделить и представителей Германии. Но российская сборная, причем как мужская, так и женская, с этими командами встретится не раньше одной четвертой финала. Уже завтра обе сборные будут бороться, чтобы попасть в эту стадию чемпионата. Мужчины сыграют со Швецией и Австрией. Девушкам будет противостоять команды Люксембурга и Венгрии. Александр Кесель и Сергей Чайков. События ОТВ.